По словам Светланы Михайловны, горячей воды в ее доме не бывает никогда. Даже посуду толком не помыть, жир не смыть. Не знаем, как бороться с этой проблемой. Разбавлять такую воду холодной нет необходимости, говорит женщина. Вместе с другим жителем дома, Игорем, мы решили измерить температуру горячей воды на кухне. Сливаем воду. Старк. На секундомере засекли время, открыли кран с горячей водой и стали ждать. Столбик термометра лениво пополз вверх. Первые три минуты температура не поднималась выше 40 градусов. Через пять минут кое-как была достигнута отметка в 50, при норме в 60 градусов. Счетчик с первых секунд включения исправно считал горячую воду. Нет такой графы, что допустим вместо горячей воды напишите тепленькая вода. Все холодная, тепленькая, ну и там может быть горячая, ради смеха так. А то берут за полную стоимость горячей воды, за подогрев ее, за утилизацию, а товара-то мы этого не получаем. Это не сказать, что обман, но как-то по-другому, я не знаю, как это назвать. В интернете можно прочитать о том, что существуют счетчики с температурным датчиком. Они накручивают только ту воду, которая была нагрета до необходимой температуры. Однако, в одном из самых больших магазинов сантехники нам рассказали, в Череповце такие счетчики не продаются. Есть только универсальные, которые подходят для учета и горячей и холодной воды без всякого измерения температуры. Работая в другом городе, в другом магазине, да, тоже сантехники, слышал про такое. И тут тоже к нам приходят клиенты, спрашивают про такие счетчики. Ну, я про такие счетчики слышал, но что и как, это дорого. В интернете мы прочитали, стоят умные счетчики от 5 до 7 тысяч рублей. Череповецкие специалисты в области отопительных систем только пожимают плечами. Такие счетчики не решают главную проблему – не вернут в квартиру коммунальное благо. Кроме того, чуть теплую воду в квартире можно перекрыть, пользоваться электронагревателем. А вот для того, чтобы вернуть во все квартиры центральное горячее водоснабжение, придется разобраться в технических проблемах. Если это проблема по дому, начинать нужно с теплового пункта, то есть смотреть параметры, сколько приходит теплоноситель, да, достаточный ли он. Вот это теплообменник горячего водоснабжения. То есть, по идее, он тоже отвечает за горячую воду? Но он в первую очередь отвечает за горячую воду. Может быть, неисправен теплообменник, не настроена автоматика теплового узла, не работает циркуляционная система. Дом на Ленина 52-80-х годов постройки. По информации компании «Водоканал», которая обслуживает здание, с тепловым узлом здесь все в порядке. А вот трубы, по которым должна поступать в квартиры вода, забились ржавчиной. Их пора менять. Капитальный ремонт будет производиться во второй декаде 2018 года. После замены, то есть стояков и розлива горячего водоснабжения, это все проблемы уйдут у жителей. Как рассказали в управляющей компании, сейчас жильцы вправе сделать перерасчеты за недостаточно горячую воду. Для этого нужно обратиться к специалистам и сделать замеры. Тогда в ожидании капитального ремонта людям не придется платить за то, чем они не пользовались. Екатерина Машковская, Анатолий Холин, Новости.